Без предупреждения, 1980 года. Самая известная картина режиссера Грейдена Кларка. Жанр киноленты фантастический слэшер с уклоном в сторону ужасов, ну или если вам угодно, ужасный слэшер с фантастическим уклоном. Картину снял Грейден Кларк, в послужном списке которого были как ленты жанра, блэксплотейшн, так и низкопробные фантастические фильмы. Сценарий писали четыре человека, и они почти угадались с сюжетом к знаменитому хищнику, вышедшему семь лет спустя, где помимо идеи охоты пришельца на людей, ленты объединяет и исполнитель роли пришельцев. И хищника, и ужасного инопланетянина в ленте Грейдена Кларка сыграл ныне покойный афроамериканец Кевин Питер Холл. Кроме инопланетянина в ленте есть еще несколько ключевых фигур. Пожалуй, я остановлюсь на двух актерах. Это Мартин Ландау и Джек Пелленс. Многие ломают голову, как эти два известных актера очутились в фильме категории B. Все очень просто. Режиссер Грейден Кларк был хорошо знаком со многими голливудскими актерами, и поэтому все, к кому он обратился с просьбой поучаствовать в своем фильме, согласились. Мартин Ландау прекрасно справился с ролью сумасшедшего, и, наблюдая его безумный взгляд, нельзя не поверить, что он принадлежит безумцу. Джек Пелленс занимает центральное место среди наиболее заметных исполнителей этого фильма. По сюжету, Сэнди и Грэг – это два подростка, которые собрались отдохнуть вместе с друзьями. Молодые люди хотели отправиться на озеро, и, несмотря на предупреждение от жутковатого владельца бензоколонки Джо Тейлора, ребята все-таки отправляются в поход и в конечном итоге теряют друг друга. Как выяснилось, причиной всему стало невероятно жестокое инопланетное существо, открывшее сезон охоты на людей. Грэг и Сэнди объединяются с Тейлором, чтобы спасти город, но, к сожалению для них, Тейлор весьма эксцентричен и зациклен на охоте на враждебного пришельца, угрожающего им. А бывший ветеран войны во Вьетнаме Фред Добс убежден, что Сэнди и Грэг сами являются инопланетянами. Как я уже отметил, фильм можно смело назвать слэшером, так как все штампы и признаки слэшера налицо, с той лишь разницей, что вместо маньяка здесь действует пришелец. По словам режиссера, изначально инопланетянин должен был стрелять стрелами из своеобразного лука, но получалось нечто дурацкое и было решено покончить со всеми намеками на земное оружие. Создатели использовали летающих зубастых звезд, которые по задумке являлись частью тела самого пришельца. Сам пришелец, несмотря на свою гротескность, является одним из самых любопытных в плане дизайна в истории фантастического кино категории B. Помимо громадного роста актера, инопланетянин выделяется необычной головой, которую, кстати, за 19 тысяч долларов смастерил гример Рик Бейкер прямо у себя на кухне. Ну а поскольку речь зашла о деньгах, то сам фильм был снят за 150 тысяч долларов, причем 75 тысяч ушли на гонорар Джеку Пелленсу и Мартину Ландау. Несмотря на очевидную дешевизну всего фильма, он является чертовски интересным и привлекательным. Например, ночные сцены смотрятся атмосферно и пугающе. Точно так же достойна внимания сцена в доме, где впервые показывают пришельца. Довольно-таки мерзко выглядят хищные звезды, которые мастерски швыряет в свои жертвы большеголовый звездный гость. Гримм и эффекты действительно жуткие, и это добавляет ледяного ужаса этой истории. Не стоит винить Грейдена Кларка, что он снял свой фильм в одном из самых уродливых лесов по меркам США. Оператор Дин Канди, насколько мог, сгладил своим операторским искусством весь этот некрасивый ландшафт. К минусам киноленты также можно отнести несколько чересчур затянутых сцен, в том числе и в баре. Городок удивляет порой своей размеренностью и полным пофигизмом. Даже когда герой Мартина Ландау случайно застрелил полицейского, больше части присутствовавших при этом в баре было просто наплевать на это. Фильм навевает мысли о разнообразии, которым населена вселенная. Причем часть этого инопланетного населения настроена к нам, землянам, весьма враждебно. Несмотря на то, что инопланетянин выглядит в целом довольно-таки ленивым и неповоротливым, это не помешало ему нагнать жутина тех, кто с ним повстречался. Кинокартина снималась на «Ранчо Парамаунт» и в «Малеву». И несмотря на то, что все это происходит в Калифорнии, съемки проходили в декабре, и это дает о себе знать. Данный факт идет только на пользу фильму, так как чувствуется, что помимо страха, героев подтряхивает и от ночного холода. Кинофильм после первого просмотра оставил неизгладимые впечатления и своей историей, и жутким дизайном инопланетянина, а также его летающими кровососами. Кинофильм является классикой в своем жанре, и его можно смело считать предтечей истории о хищнике. Снятая в 80-м году, лента до сих пор выгодно смотрится по сравнению с более поздними работами на подобную тематику. Грейден Кларк сумел оставить след в фантастическом кинематографе, всего одной лентой, но зато какой.